Всем большой привет! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусный пирог с мясом. Беру 200 мл теплой воды или молока. Температура должна быть приблизительно 38-40 градусов, чтобы дрожжи не погибли. И добавляю сюда 5 г дрожжей. Перемешиваю. Добавляю сюда 2 ч.л. сахара и также несколько ч.л. муки. Это я делаю опару, чтобы проверить, хорошие ли дрожжи. Это все нужно перемешать и оставить на 10 минут. Дрожжи хорошие, они хорошо вспенились. Я теперь добавляю сюда 1 ч.л. соли и перемешиваю. Такая густая пенка. Здесь у меня 400 г муки. Учитывая ту муку, которую я добавила в опару, я все выливаю в тесто. Добавляю сюда 1 яйцо и 40 г растительного масла без запаха. Желательно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Теперь я перемешиваю. Вот такое мягкое тесто получается. Добавляю совсем небольшое количество муки, буквально для того, чтобы просто оно не прилипало к рукам и к столу. И вымешиваю 4-5 минут. Тесто получается очень мягкое и оно даже прилипает к рукам, но потом отстает. Миску присыпаю мукой и отправляю тесто на расстойку приблизительно на 40-60 минут. В зависимости от температуры в помещении, оно должно очень хорошо увеличиться в объеме. Говяжий фарш я обжариваю до готовности. У меня здесь 550 г говяжьего фарша и 50 г сала. Фарш обжариваем до полного испарения вот этой жидкости. Она нам не нужна, так как из-за нее будет размахать тесто. Готовый фарш солим по вкусу. Я обжаривала фарш приблизительно 12-15 минут и перчим. Также для начинки мне понадобится 2 консервированных огурца. Их нужно просто нарезать кружочками. Огурцы у меня достаточно крупные. Если у вас мелкие, то можно брать 3 и даже 4. Для начинки нарезаю одну достаточно крупную луковицу. У меня тесто подходило 90 минут. В итоге оно увеличилось в 2 раза в объеме. В целом у меня ушло приблизительно 450-460 г муки. Тесто разделяю приблизительно на 2 третьих и 1 треть. Округляю и кладу под пленку, чтобы она не заветривалась. 2 третьих нужно раскатать в большой круг. Я буду использовать форму 22 см. И поверхность хорошенько припыляйте мукой, потому что тесто очень мягкое и оно липнет. Но тоже слишком много муки не добавляйте, чтобы тесто не было забитым в итоге. И аккуратно раскатываю. Разъемную форму диаметром 22 см я хорошо смазываю растительным маслом и дно и бока. И аккуратно перекладываю тесто в форму. В форму выкладываю полностью остывший фарш и разравниваю, чтобы равномерный слой был. Сверху все поливаю кетчупом, или вы можете использовать томатный соус, приблизительно 100-150 г. И разравниваю, чтобы кетчуп был везде. Так будет сочнее. У меня здесь 150 г кетчупа. Следующий слой лук. Лук после приготовления будет слегка сырой. Он не будет вареным, он будет слегка хрустеть. Как знаете, как в чизбургерах и бургерах. И теперь слой огурцов. И теперь накроем все сыром. Вы можете использовать тертый сыр. У меня сыр пластинами, обычный твердый. 100 г. И теперь раскатываем крышку по диаметру формы. И накрываем. Пирог накрываем полотенцем и оставляем на 10-15 минут, чтобы он немного подошел. Пирог сверху смазываю желтком с молоком. Здесь 1 желток и 1 столовая ложка молока. Сделаю по центру отверстие, чтобы выходил лишний воздух. И присыплю сверху хорошенько конжутом. Пирог выпекаю 40 минут при температуре 180 градусов. Если верх зарумянится слишком быстро, то его можно прикрыть фольгой и продолжать выпекать. Готовый пирог у меня остывал 15 минут под полотенцем. И посмотрите, какая симпатюлька получилась. И достаю их формы. Па-бам! И давайте резать. И давайте, давайте смотреть. Вы посмотрите, что здесь творится. А пахнет как? Как настоящий чип-бургер. И теперь посмотрите, какой он получается внутри сочный. И давайте провать. Это так вкусно, сочно и хрустит огурчик и немного вычок. Все так сбалансировано. Это лучше любого гамбургера или чизбургера, который вы можете купить. И главное, все домашнее. Пирог получается нереально вкусным. Сама начинка, все здесь сбалансировано. И тесто хорошее, мягкое. Поэтому я рекомендую вам приготовить. Я уверена, что вся ваша семья будет в полном восторге. А я же прощаюсь с вами. Всем пока. До новых вкусных рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok